Всем привет дорогие друзья! В этом видео вы увидите 15 полезных товаров для вашего автомобиля, а именно инструменты для ремонта и ухода за автомобилем, устройства для освещения, приспособления для комфорта и безопасности и немного электроники. Так что рекомендую досмотреть до конца, чтобы не пропустить то, что вам может пригодиться. А ссылки на все эти товары находятся в описании под данным видео. Да и оцените этот видеоролик поставив лайк или дизлайк, для меня это очень важно. А если есть что сказать или спросить, пишите все в комментариях. Желаю приятного просмотра, поехали! Сигнал открытой двери. Во время вынужденной остановки очень важно предупредить других автомобилистов или пешеходов об открытой двери автомобиля во избежание столкновения. В темное время суток подобный небольшой апгрейд вашей машины строго необходим. Данное устройство состоит из блока со светодиодами и магнита. На торце двери приклеивается сигнальное устройство, а на кузов напротив него магнит таким образом, чтобы расстояние между ними было минимальным. Когда магнит находится рядом, то сигнал не горит. Но при открытии двери расстояние между светоизлучателем и магнитом увеличивается, срабатывает датчик и светодиоды включаются. В устройстве есть встроенная функция экономии энергии, которая отключает диод после 110 секунд использования. И возобновляется работа по сигналу датчика. Дополнительная фара. Данная светодиодная фара специально разработана для использования в экстремальных условиях. Имеет ударопрочный и влагозащищенный корпус. Рекомендуется для установки в качестве дополнительного переднего и заднего света. Преимуществами светодиодной фары являются большой срок службы, мгновенное включение без разогрева и низкое энергопотребление. В данной модели светодиоды установлены в один ряд. Впрочем, это не уменьшает ширину светового луча. Благодаря своим характеристикам, качеству сборки и надежности, данная модель может быть установлена на различные виды техники. Внедорожники, квадроциклы, багги, трактора, вездеходы, речные и морские суда. Фара имеет прямой по всей длине корпус, выполненный с интегрированным радиатором, обеспечивающий стабильный температурный режим работы. Для предотвращения образования конденсата внутри корпуса при перепаде температур во время работы и после отключения. Светодиодная фара оснащена высокотехнологичным регулятором давления. Также корпус фары, штекер и электрические провода выполнен с учетом защиты соединения от попадания пыли и влаги по стандарту IP68. Видеорегистратор с двумя камерами. Это устройство имеет стильный корпус и жидкокристаллический дисплей на 2,7 дюйма и оснащен двумя полноценными камерами, которые снимают одновременно со скоростью 30 кадров в секунду. Фронтальная камера имеет угол обзора 140 градусов и ведет запись дороги впереди автомобиля. А вторая камера с обзором 120 градусов фиксирует события в салоне, захватывая все происходящее с боков и сзади авто, что особо важно для водителей пассажирских транспортных средств. Видеорегистратор оснащен портативным GPS модулем, который поддерживает связь со спутниками и ведет GPS журнал. Устройство четко фиксирует время, координаты и скорость движения транспортного средства. Маршрут движения можно отслеживать онлайн на дисплее, если видеорегистратор подключен к интернету или просмотреть потом на гугл-картах. G-сенсор в случае столкновения, резкого ускорения или торможения автоматически включает запись и этот видеофрагмент не стирается, а блокируется от перезаписи на карте памяти. Складной порог. Это приспособление позволит вам без особых усилий дотянуться до багажника на крыше автомобиля и произвести размещение и крепление багажа. Особенно это актуально для высоких машин. В общем, это приспособление состоит из металлической пластины и складного крючка. Его просто нужно повесить на скобу дверного замка и у вас есть порог, на который можно стать одной ногой. Пластина имеет рифленую поверхность, чтобы нога не соскользнула и сликоновую накладку, чтобы не царапать кузов автомобиля. А также он имеет конусный баек, с помощью которого можно разбить стекло при аварийной ситуации. Противоскользящие блоки. Это приспособление представляет из себя прямоугольный блок из прочной резины и крепкого ремня. Данные блоки предназначены для непредвиденных ситуаций и используются, когда машина уже застряла. Его можно закрепить на колесо, даже если оно наполовину погрязло под грунт, песок или снег. Сам резиновый блок имеет рифленую поверхность для лучшего зацепа. Таким образом можно самостоятельно выбраться почти из любого вязкого или сыпучего плена, после чего снять блоки и продолжить движение. Блоки продаются поштучно или попарно у разных продавцов, так что будьте внимательны, если будете заказывать. Конусный скребок. Это скребок для очистки лобового стекла от снега. В принципе это обычный пластиковый скребок за исключением его формы. Эта отличительная особенность позволяет более быстро и эффективно убрать снег со стекла. Дело в том, что обычным скребком можно двигать только в одном направлении, а этим скребком абсолютно в любом направлении, что ускоряет данный процесс. А с другой стороны есть поверхность с шипами, которая поможет убрать примерзший снег. Баллонный телескопический ключ. Он применяется для установки и демонтажа колес. Ключ имеет Г-образную форму. Изготовлен из хромованадиевой стали и имеет хромоникелевое покрытие. Телескопическая рукоятка позволяет менять длину рычага от 350 до 500 мм и регулировать усилие на откручивание или закручивание болтовых соединений. Две съемные торцевые головки с шестигранным профилем имеют два размера на 17 и 19 мм и на 21 и 23 мм. Крепится при помощи присадительного квадрата 1,2 дюйма и шарикового фиксатора. Бутиловый герметик для фар. Бутиловый герметик применяется для вклейки новых стекол фар или стайлинга оптики. Его чаще всего используют профессионалы для качественной сборки фары, так как он отличается великолепной адгезией, пластиковым и стеклянным поверхностям и высоким показателем гидроизоляции. Также он не выделяет испарений, которые могут привести к помутнению фары. При термической обработке клей герметиком меняет свое состояние на более мягкое и клейкое, что прекрасно позволяет без особых усилий собрать или же разобрать фару. Он безопасен при использовании в домашних условиях. Длина рулона составляет 4,5 метра. Диаметр ленты 35 мм. Щетка с подачей воды. С первого взгляда это обычная щетка для мытья автомобиля, но у нее есть очень полезная особенность. Дело в том, что у нее есть система подачи воды, что позволяет значительно быстрее мыть машину. К щетке присоединяется шланг и нажатием на рычаг, который находится возле рукоятки, происходит подача воды прямо во время мытья. Также в верхней части есть емкость для моющего средства, которая подается вместе с водой. Светомузыка. Конечно, эта светомузыка не только для автомобиля. Ее можно использовать дома или в любом другом месте. А использовать в автомобиле ее удобно из-за компактных размеров. Она просто не занимает много места. В общем, она представляет из себя полусферу из пластика, внутри которой находятся светодиоды. Устройство подключается через USB вход и создает разноцветное свечение. И конечно она реагирует под ритм музыки. То есть цвета будут ритмично меняться под такт музыки. Предохранитель аудиосистемы. Предназначен для защиты электроцепей постоянного тока. Принцип действия основан на разрыве электроцепей пластины из термобиметалла при превышении проходящего через него тока номинального значения. Восстановление работоспособности осуществляется нажатием рычага на корпусе предохранителя. Есть 4 варианта на 40, 60, 80 и на 100 ампер. Подушка подголовник. Это подушка с 3D изображением животных. Изготовлена она из полистера и хлопка. Сзади имеет резинку, с помощью которой можно надеть на подголовник. Располагаясь между верхней части спинки кресла и стандартным подголовником, подушка дополняет его, способствовав мягкой поддержке задней части затылка и шеи. Или можно просто использовать как обычную подушку и сладко спать в поездке. У подушки есть застежка, благодаря которой можно снять чехол и постирать, либо уменьшить или добавить наполнительно, тем самым сделав подушку плотнее или мягче. А если оставить ее на подголовнике, то снаружи можно подумать, что за рулем или на пассажирском сидении сидит собака или кошка. Беспроводная сигнализация. Это совершенно автономная сигнализация. Она не требует установки и не имеет общих цепей с автомобилем даже в питании. Блок сигнализации цепляется в любом месте салона автомобиля на клипсу и все. Сигналка имеет датчик вибрации и датчик давления. Например, удары, открытия дверей и нарушения целостности корпуса. Также имеет собственную сирену и пульт двусторонней связи. Главный блок питается от своей же литиевой батарейки. И самое интересное, автономный мощный ревунт, связанный с главным блоком только по радиоканалу. Но единственное, ему нужно 12 вольт. Система старт-стоп. Это универсальная система без ключевого доступа и односторонней автосигнализации. Работает как с дизельными, так и с бензиновыми двигателями и поддерживает автоматические и механические коробки передач. В ней есть функция холодного запуска двигателя, функция свободной руки, функция удаленного запуска и остановки двигателя, дистанционного открытия багажника и проверка запущенного двигателя. Например, функция свободной руки. Когда пульт находится в пределах 1,5-2 метров от автомобиля, двери автоматически откроются и система снимет режим охраны. А когда пульт дальше 2 метров от автомобиля, двери автоматически закроются и система встанет в режим охраны. А для удаленного запуска двигателя нужно нажать на кнопку разблокировки замка 3 раза в течение 5 секунд, после чего автомобиль издаст звуковой сигнал 2 раза, указатели поворотов моргнут тоже 2 раза и после запуска система автоматически закроет двери и перейдет в режим охраны. Для остановки двигателя нужно выполнить те же действия и двигатель заглохнет автоматически по течение 10 минут после удаленного запуска. Кнопка старт-стоп устанавливается в штатное место замка зажигания. Первое нажатие включает аксессуары и питание и кнопка начинает мигать. Перед вторым нажатием нужно нажать на педаль тормоза, а потом уже нажать на кнопку и двигатель заведется. Чтобы заглушить автомобиль нужно также нажать на педаль тормоза и нажать на кнопку. Бортовой компьютер. Подходит для стандартного протокола OBD2 и совместен как с бензиновыми, так и дизельными двигателями автомобилей. Сам компьютер выполнен в минималистичном стиле небольшого размера. В нем расположен экран диагональю 2,8 дюйма. Такой компьютер хорошо впишется в интерьер любого автомобиля. Что касается функций, то он отображает скорость, температуру охлаждающейся жидкости, напряжение бортовой сети, расход топлива, обороты двигателя, время поездки и расстояние поездки. Стоит отметить, что есть возможность менять вариант отображения информации нажатием на кнопку, которая находится сверху, а также менять отображение самих функций. Также есть тест скорости и тест торможения и отображение информации со всех датчиков, которые есть в автомобиле. Чтобы зайти в меню, нужно нажать и удержать кнопку примерно 3 секунды. Здесь можно производить определенные настройки, например установить уведомления о превышении скорости или сделать корректировку каких-либо показателей. И конечно же есть режимы диагностики и обработки данных. Я озвучил только самые ходовые функции, на самом деле их там еще очень много. Разобраться с ними совершенно не сложно. В общем вещь очень полезная и достойного вашего внимания. Ну и на этом все, спасибо за просмотр. Надеюсь вам было интересно и вы нашли что-то полезное для себя. Если да, то ставьте лайк. И если вы впервые на моем канале, то обязательно посмотрите другие подборки автотоварах. Их уже довольно много. Увидеть их можно нажав сюда. А это самое новое видео на канале, тоже можете посмотреть. И подписывайтесь на канал. Желаю хорошего настроения. Пока!